Всем привет! Тимофеев Роман, Академия Регби. Сегодня говорим с Максимом, тренером по физподготовке, ведущим курса SNC. А точнее продолжаем тему, которую начали в предыдущем выпуске, когда говорили про гибкость, затронули травмы. И сегодня мы развиваем эту тему, будем говорить о так же гибкости, о профилактике травм плечевого сустава. Ну и Максим, тебе слово, чем мы еще будем сегодня заниматься. Да, друзья, всем большой привет! Надеюсь, все живы, здоровы и поддерживаете себя в отличной физической форме. Поговорим о плечевом суставе, посмотрим, что плечевой сустав окружает, какие движения выполняются в плечевом суставе и в чем могут быть ограничения. Ну и собственно, как с этими ограничениями поработать, вот это мы сегодня разберем. Такая хорошая практическая тема, для всех, я думаю, будет полезная. Начнем! Давай, Максим, начинай, чего ты сегодня будешь нам показывать, а я буду задавать потом вопросы. Предлагаю начать все-таки немножко с анатомии и дальше уже продвинуться ближе к практике. Поэтому первая картинка у нас будет как раз мышцы, окружающие плечевой сустав. Так, чтобы все у нас понимали, где что находится, что у нас есть. Видно? Да, да, да. Наш сладик. Все, отлично. Сразу давайте обратим внимание, что плечевой сустав у нас достаточно сложный. Начиная с того, что у нас шаровидные формы сам по себе. Сустав окружен достаточно большим количеством сухожилий и мышц, соответственно, прикрепленным к ним. Сустав имеет такой сложно сочиненный состав, потому что он не просто какой-то одной кости крепится, а здесь такая связка из лопатки. Здесь она скрыта. И ключицы. Сустав окружает достаточно большое количество мышц, как глубоких. С двух сторон они соединяют лопатку и плечевую кость. Так и поверхностные мышцы, дельтовидные мышцы. Вот внутри сустава мы видим достаточно большое количество связок, которые у нас сочетают плечевую кость с лопаткой, лопатку с ключицей. С этим связаны и все остальные сложности при работе с данным регионом у спортсменов. И большое количество травм возникает, и дисбаланс в развитии между мышцами. Максим, касаемо травм, то, что ты рассказал сразу, с чем их связать? Какие травмы у нас чаще всего происходят? Да, мы возьмем сейчас относительно регби и движения в регби, которые мы можем видеть на поле. Сейчас картиночку передвину, чтобы поудобнее, чтобы был. Значит, у нас, ну здесь так в урезанном виде, либо травмы могут быть во время захвата, либо травмы могут быть во время приземлений, либо во время выпрямления, такого сгибания плечевого сустава. Допустим, у лифтующих игроков. Ну, либо самое простое даже травмы при падении. Здесь на картинке такая, собственно, попытка нарисована, но чаще это могут быть даже обычные падения. И с осложнениями, когда падение, да еще и некоторое количество игроков у нас контакт происходит. Вот. Травмы какие могут быть? Это может быть ущемление, надрыв надосной мышцы, потому что она проходит под костью, вот, и вместе со связкой. Это может быть, ну там, частичный надрыв, либо полный отрыв суставной губы, причем с разных сторон. С верхней стороны, с нижней, наиболее сложный по травме, скорее всего, будет это как раз-таки надрыв суставной губы с нижней ее части, когда будет при этом выпадение плечевой кости, по сути. То есть, нечем удержать уже, не только мышцами держать невозможно, а самого, самой связки нет, которая будет окружать и удерживать сустав, вот, это будет такая хроническая травма всегда. И в чем она будет выражена? В пристал. Ну, выпадание плечевой кости. То есть, если происходит подвывих или вывих плеча, мы должны полагать, что это сама из тех. Нужна диагностика, да, врачи команды, ну и далее медперсонал должны осматривать очень внимательно спортсмена. Вот, это достаточно часто незалеченная травма, особенно в любительских игровых видах спорта. Ну, почему-то у нас спортсмены так, ну, вылетел в сустав, они его как-то своими руками, либо с помощью друзей вставили на место. Вот, ну и вроде бы нормально держится, но с каждым следующим вывихом ситуация ухудшается, вплоть до серьезной травмы. Вот, вторая картинка показывает уже травму, вторую, наверное, может быть, и даже наиболее распространенную по плечевому суставу. Это разрыв частичный, либо полный акромиально-ключичного сочленения. Вот, травма такая болезненная, вроде бы мелкая связка, но проблем от нее очень много, потому что нарушается положение ключицы относительно лопатки, ухудшается стабильность плечевого сустава, идет замена движением за счет других мышц, тоже со сдавливанием, ну и также очень много воспалительных процессов возникает. Ну, и эта травма, как можно понимать, происходит чаще при контакте вот с соперником. Да, это как раз-таки травма контактная, вот, травма, ну, когда игроки плохо владеют техникой захвата, вот, ну, либо так случайно попадают не под тот угол, ну, или соперник тоже постарался. В общем, тоже достаточно распространенная, лечится долго, ну и проблем потом с плечом также много будет. А вот какие симптомы могут быть при травме аккормиально-ключичного сустава? Симптомы – это болевые ощущения как раз-таки в районе этой связки, вот, в районе, ну, поверхностно – это боль в районе передней дельтовидной мышцы, вот, либо боль в районе, может быть, крепления бицепса, может быть, вот, по бицепсу тоже. Как правило, травма аккормиально-ключичного сочленения не приходит одна, чаще все травмы, которые связаны с плечом, еще и, ну, такие, за собой как бы что-то притягивают. Если положение руки вверху, допустим, как при падениях на одну руку, то травмируется еще и сухожилие длинной головки бицепса. Ну, и, соответственно, у нашего спортсмена боль будет возникать в этой области или по бицепсу вниз, да, стрелять? Да, ну, то есть здесь, да, здесь само расположение сухожилия, оно такое чревато травме, особенно вот эта часть, потому что проходит по борозде плечевой кости и, собственно, в лопатку упирается. И все движение, которое вверх с рукой, выше, чем уровень плеча, там, 90 градусов, оно, по сути, будет с риском травмы, если у нас дисбаланс по мышце. Вот. Далее, что хотелось бы отметить, у нас здесь достаточно большое количество мышц представлено, которые направляют движение в различных плоскостях, в различные стороны, да. То есть у нас есть мышцы, которые будут тянуть плечевую кость внутрь, к низу, у нас будут мышцы, которые будут тянуть лопатку наружу, дестабилизируя ее, это вот в данном случае малая грудная, а это показано широчайшая мышца спины. Вот. Вот здесь подлопаточная, которая тоже как бы выкручивает, то есть мышцы ротаторные манжеты плеча, так называемые, но вот одни стабилизируют плечо, другие дестабилизируют. Но в целом они окружают плечевую кость, плечевой сустав и, собственно, совершают движение в нем. Ну, вот если мы разберем, обратим внимание на крупные мышцы, вот еще раз проговори, какие крупные мышцы у нас перемещают плечо, ну, чтобы ребята поняли, большая грудная. Ну, лучше начать даже, наверное, с мелких, которые внутри, то есть у нас помимо, допустим, мышц, которые перемещают плечевую кость внутрь либо наружу, еще есть мышцы, которые перемещают лопатку, дестабилизируют. Вот сейчас мы посмотрим схематично, как у нас плечо выполняет движение, с какой амплитудой и в каких направлениях, и потом вернемся уже к мышцам, которые это будут выполнять. Так, хочется показать вам такой простенький рисунок, чтобы все понимали, ну, так понимали, закрепили, вообще, что с плечом у нас происходит, почему такая активность. И как тренировать потом, это все в тренировку потом войдет, чтобы как раз-таки вот эти дисбалансы и риски травм убрать. Наша задача, как тренеров, минимизировать риск травматизации спортсмена, чтобы он как можно дольше играл, меньше травмировался. Правильно, Роман? Конечно. В эту сторону рассуждаем, не будем же мы просто брать всякие движения, которые так... Слепо верить. Движения ради движения. Да, слепо верить не будем. Да. Да, значит, что у нас... Может, давайте сверху вниз пойдем. То есть, у нас отведение-приведение плеча. Причем здесь как раз показано, что это отведение именно плеча. Дальше мы рассмотрим еще по лопатке, как происходит движение. Потом сгибание-разгибание. То есть, сгибание – это направление руки вперед, перед собой, разгибание, соответственно, назад. Наружная ротация, либо внутренняя ротация. И так называемая циркумунция, круговое движение в плечевом суставе с определенной амплитудой. Соответственно, мы должны понимать, что у нас до определенного угла движется именно как раз-таки плечевая кость относительно сустава. Соответственно, чем выше мы будем поднимать, тем больше будет подключаться лопатка. Ну, про лопатку обычно ничего не говорят и не рассматривают ее. Да, про лопатку почему-то обычно забывают. Начинают тренировать плечи, забывая, что ограничение в определенных мышцах, их укороченность, может влиять на положение лопатки. На дестабилизацию, на зажимы других мышц. Если рассматривать данные положения по плечу, то что нас будет интересовать? Нас будет интересовать наружная ротация. Больше всего. Потому что у нас крупные группы мышц, мы сейчас к ним вернемся, это грудные, большая и малая грудные. И мышцы, утягивающие лопатку вперед, будут дестабилизировать плечевой сустав, тем самым создавая риски травматизации. Поэтому нам нужно будет включать наиболее слабые участки, которые отвечают за разгибание плечевой кости и за наружную ротацию. Опять же, мышцы, которые отвечают за приведение руки, ближе к туловищу, они сильнее, чем мышцы, отвечающие за отведение руки. При этом, когда отведение руки в сторону происходит, для плечевого сустава это наиболее уязвимое, может быть, положение. Потому что вместе с плечевым суставом у нас смещается еще и лопатка. Особенность плечевого сустава в том, что он может совершать у нас движение с достаточно большой амплитудой. Это касается как раз-таки таких ротационных движений в одну и в другую сторону. Но в регби это часто можно увидеть. Хукер бросает, девятый номер. В любых игровых видах спорта это имеет значение. Чаще всего, если мы коснемся тренировки, то тренируются почему-то больше мышцы, которые дестабилизируют сустав плечевой и лопатку, чем те мышцы, которые должны его удерживать. Это пошло от бодибилдинга, в частности, где спортсмены-бодибилдеры очень любят делать движения для визуализации, для увеличения тех мышц, которые создают какой-то гиперобъем. Такую монструозность, которые видно, но при этом не факт, что это все про здоровье. Далее хотелось бы рассмотреть движение лопатки. Лопатка может двигаться по направлению вверх, также вниз, то есть элевация, депрессия, на приведение к центру, на отведение наружу. Со смещением по дуге к наружу вверх и то же самое со смещением в обратную сторону, к низу, к центру. Как раз на рисунке, где руки вверху и показано, что это положение, когда руки максимально подняты над головой, оно способствует тому, что лопатка смещается уже к наружному краю вверх и влияет на мышцы с точки зрения их зажима. При условии, что у нас, к примеру, у спортсмена какая-то явная сутулость проявляется. То же самое, допустим, дестабилизация плечевого сустава и лопатки, когда у нас плечи поднимаются вверх. В регби достаточно частое явление, когда мы видим спортсмена с запрокинутой головой назад и поднятыми плечами вверх. Вроде бы как бы спортсменов учат, что это положение стабильное для шеи, однако мы понимаем, что оно, ну и для шеи это не совсем стабильное будет, потому что увеличивается такая травматичная зона в районе шестого шейного позвонка, шестого, пятого, когда они просто западают внутрь. Кроме этого еще и увеличивается травматизация на плечевой сустав. Ну, обычно говорят, что вот парень без шеи, вот он какой здоровый, крепкий, а по существу может быть не совсем здоровый. Да, но мы пойдем от обратного, мы скажем, что парню надо шею просто было тренировать, и по факту нам нужно наоборот чаще тренировать, чтобы лопатка уходила вниз, к низу и к центру. То есть вот эти вот движения, они как раз слабые. То есть вот это вот у всех сильно проработано, отведение в стороны сильно проработано, а вот как раз-таки движения на стабилизацию, лопатка вниз и лопатка вниз к центру, вот это недостаточно. Ну, это можно простыми движениями описать, как шраги у нас очень много делают, это когда лопатки поднимают. Вот как раз-таки первое верхнее слева это шраги, вот здесь по центру это жимы, вообще все движения, которые с руками над головой. Вот. А все остальные движения, ну максимум это горизонтальные тяги, вот эти две картинки, да, тяги к низу, которые способствуют. Ну там еще надо проконтролировать, пришла ли лопатка в это положение, либо она осталась вот здесь, а плечевая кость ушла сюда, а лопатка как была в одном месте, так и осталась. Вот. Поэтому, ну вот такой контроль. От этого зависит уже, какие мышцы в работу включены. Так, движемся дальше. Теперь нам нужно представить, с какой амплитудой все-таки сустав у нас движется, и плечевая кость движется относительно лопатки. А это у нас сейчас такой, так называемый, плечелопаточный ритм. Ну вот, движение относительно плеча, когда лопатка не подключается еще к работе. Сейчас другой рисуночек, здесь более видно. Вот у нас положение, только до 30 градусов, по сути, отведение плечевой кости, когда лопатка остается на месте. Все, дальше уже при движении даже, ну, условно до 90 градусов в сторону, лопатка смещается на 20%, и чем дальше, тем больше. Соответственно, мышцы, если у нас будут короткие, которые будут ограничивать движение лопатки, и вдруг происходит падение, то возможны риски как раз-таки травматизации вот в этой зоне. Но ты сейчас имеешь в виду крупные мышцы, которые будут опускать плечо? Ну, не обязательно, это могут быть и мелкие мышцы, ну, средние, так скажем. Это могут быть ромбовидные мышцы, перерастяжение их, они будут ослаблены в данный момент, да. Вот, это может быть их перерастяжение, укорочение. Но я имею в виду, чтобы связать с крупными мышцами, которые не позволяют плечу двигаться вверх. Крупные не позволяют, может не позволить, да, сделать амплитудное движение вот в правильном положении. Допустим, укорочение широчайшей мышцы спины будет способствовать тому, что дальше лопатка поднимется вверх. Вот, а это может спровоцировать уже зажим, перегрузку, во-первых, шейного отдела позвоночника-воротниковой зоны, и, возможно, еще и зажим надосной мышцы, потому что она будет помогать, там, дельтовидный вроде как поднимать, отводить руку в сторону, но это, а здесь будет ограничение из-за широчайших мышц, большой, круглый, к примеру. Вот, поэтому, как бы, пойдет дестабилизация плечевого сустава и, собственно, лопатки. Руку поднять надо? Надо. Но эти, допустим, сильные, широчайшие не дадут руке разогнуться вверх, к примеру, а будут тянуть ее вниз и внутрь. Поэтому мы, возвращаясь опять к теме нашего разговора, почему гибкость все-таки важна, почему нам гибкость важна даже не с точки зрения, ну, амплитуды движения в суставе как таковом, а с точки зрения, что с эластичностью мышц конкретно нужно работать, чтобы они не ограничивали движение оптимальное в суставе, в данном случае в плечевом и в суставах, которые с лопаткой связаны. Вот. И это не ухудшало биомеханику того соревновательного движения, которое спортсмен будет использовать во время игровой практики либо тренировки. Ну, и надо еще добавить, что надо добавить нарушение движения в лопатке, в плечо-лопаточном этом комплексе, приводит к перегрузке, допустим, поясничного отдела при сгибании плеча, то есть, когда рука поднимается вверх. То есть, здесь нарушение одного региона усиливает работу в другом. Ну, здесь, опять же, да, мы будем привязывать это все к работе мышц. Сейчас на... сейчас простую картиночку откроем со скелетом, да. Вот у нас как раз такая упрощенная модель человека. Очень сильно упрощенная. Да, рука поднята вверх. То есть, что у нас происходит? У нас при таком положении смещается ключица вверх, смещается лопатка. А если вот это положение условно... Здесь мышцы, допустим, эластичные, хорошо рука поднялась. Но если, допустим, здесь будет ограничение по грудным мышцам, которые будут тянуть кость вниз, по широчайшим мышцам спины, которые вниз тоже и внутрь будут тянуть, и грудная тоже будет внутрь тянуть, то у нас данный подъем руки будет такой псевдоподъем. Он у нас будет за счет увеличения поясничного лордоза. Ну или прогиб, чтобы не материться лордозами. Да, 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 не будем выражаться. Увеличится прогиб в пояснице, мы перегрузим нижнюю часть вот здесь на уровне пятого поясничного позвонка, и спортсмен получает такое дискомфортное сдавливание. И это как раз таки будет появляться так, что какой-то минимум дискомфорт, как будто он что-то сдавил, он чувствует болевые ощущения, приходится, вроде бы работали плечом, а теперь приходится еще и с поясницей работать. Но это все следствие. Актуально будет именно для лифтующих, если мы про регби говорим, потому что движений много, лифтов, коридоров много, а если гибкость снижена, то мы, казалось бы, плечевой сустав, отравмируем поясницу в каждом движении. Это не только лифтующих будет касаться, это будет касаться веера, особенно центральных и крайних защитников, кто работает с выпрыгиванием и словлей мяча. Ну, в частности, да, и они тоже, конечно. Да, то есть тут биомеханика будет похожа, и как раз-таки вытягивание рук, у них нагрузка просто будет меньше, но если будет ограничение в плечевом поясе, будет как раз-таки за счет прогибов поясницы движения. А у лифтующих здесь, да, прямая взаимосвязь, травмы поясницы будут связаны с тем, что они будут, и в том числе неэффективное выполнение как раз-таки подъемов партнера над собой, тот самый лифт, как раз-таки будут связаны с тем, что плечевой пояс будет иметь дисбаланс между мышцами, которые удерживают сустав при движении вверх, а это у нас, сейчас откроем картиночку, как раз-таки будет укорочение малой грудной мышцы. Это у нас будет укорочение широчайшей мышцы спины. Вот они вместе будут тянуть лопатку внутрь и будут препятствовать тому, что плечо пойдет оптимально вверх. Поэтому, говоря про гибкость, мы говорим, что ребята, растягивайте хотя бы эти мышцы. Ну, соответственно, если мы тянем малую грудную мышцу, то мы и большую тоже будем тянуть. Без нее не обойдется. Большая грудная, соответственно, вот она покрывает. У них разные места крепления, чтобы все понимали. То есть малая грудная крепится к ребрам и к львовидному отростку лопатки, а большая грудная крепится к плечевой кости, к ключице и к грудини, к центру. Ну, и с нижней части еще и фасции передней прямой мышцы живота. Вот. Вот над этим надо работать. Над гибкостью, над эластичностью этих мышц, над поддержанием, не только над силой. Над эластичностью этих мышц нужно работать. И в такой же равной степени нужно работать над укреплением мышц с обратной стороны плеча и лопатки. Соответственно, здесь у нас подостная мышца. Вот она, идет она к плечу. Малая, круглая. Большая, круглая вместе с широчайшей будет вращать внутрь к низу. Вот. И мышцы средней части между лопаткой и позвоночником. Здесь это большая ромбовидная и малая ромбовидная. Те, которые внутренне крепятся к лопатке и к позвонкам. Вот. И все-таки цеплять, ну, вместе с ними, как правило, и работает поверхностный слой. Сейчас. Надеюсь, они у меня есть. Трапециевидная мышца, средняя часть. Волоконная расположена так, что они притягивают лопатку тоже к центру. Мышца более мощная. А с верхней частью трапеции, ну, здесь как бы работать все-таки поменьше с точки зрения ее напряжения. Потому что она и так у нас практически во всех движениях. Она и в тягах участвует, и в становых, и в горизонтальных, вот, и в удержании. То есть везде она активна. Поэтому с ней нужно работать как раз-таки на расслабление чуть больше. Так же, как с широчайшей мышцей спины. Ну, а посредством мы с тобой, ты потом расскажешь, какими средствами улучшать. А посредством, да. Ну, это опять же, это опять, да, у нас есть ряд упражнений, которые мы можем использовать. Надо понимать сам механизм, что мы будем тянуть, и как мы можем воздействовать. Потому что тоже все неоднозначно. Сейчас мы еще там один параметр заденем, который связан. Так. С чем еще связаны могут быть проблемы? То есть у нас же проблемы могут быть связаны не только с мышцей, да, которая вот ослаблена, либо наоборот укорочена. А у нас еще связано с тем, что здесь плечевое сплетение как бы нервов и кровеносных сосудов под костями. И если мышцы, которые укорочены, сдавливают лопатку вперед к центру, то, соответственно, они будут сдавливать и нарушать кровообращение и вообще как бы весь нервный путь. Для коней. То есть проблематика как бы может быть и в этом. Допустим, да, боль и ослабленность ощущается в районе кисти и предплечья, но это не значит, что там сколько бы спортсмен не качал мышцы предплечья, он их никогда в жизни не накачает по одной простой причине. У него вот эта зона, где выход плечевого сплетения, и переход к руке, он просто здесь сдавлен. Соответственно, ни иннервация, ни нормальное кровообращение к дальнему отделу руки не доходит. Ну, это я еще раз добавил. Любители пожать, избыточно потянуть, я имею в виду выполнить тяговые, ждущие движения вверх перед собой, и не растягивающие, не стабилизирующие систему могут получить себе такую историю. Да, соответственно, вот здесь надо понимать, что у нас не только в мышцы все упирается, а чаще всего там нехватка силы в чем-то, либо какая-то хроническая травма связана с тем, что банально нерв пережат. Вот если уж совсем упрощать, что происходит. Вот, отсюда же мы можем видеть и, допустим, асимметричное развитие левой и правой половины тела у спортсмена. Это тоже будет связано уже с нервными нарушениями. Собственно, вот, да. Поэтому нужно следить за симметрией. Ведь есть ряд исследований достаточно хорошо, с хорошей выборкой, доказательной, в которых показано, что если у спортсмена обе половины развиты плюс-минус одинаково, при этом еще группа передних, передние, сейчас, соотношение мышц спереди, да, и сзади тоже уравновешено, мышц антагонистов, противоположно расположенных, то, как бы, у спортсмена и результаты атлетически выше гораздо, чем, допустим, у него будет вот такая явная асимметрия. Ну, здесь мы опять же имеем перетянутость в одну сторону, то есть у людей жмучие, но пока мышцы, тянущие вперед, будут лимитировать их пробность. Да, соответственно, да, это вот, мы об этом как раз таки говорим. Нужно соблюдать баланс между упражнениями на укрепление, да, на усиление, на прокачку и все-таки следить за тем, насколько мышцы эластичные восстанавливаются. Вот. Дальше хочется рассказать о том, что у нас вот эти нарушения, допустим, асимметрии могут возникать из-за так называемых, ну, таких микротравм, микровоспалений глубокой структуры мышечных волокон, миофибрил, да, из-за того, что мышцы неравномерно сокращаются, мышцы тренируются в состоянии сильного утомления, соответственно, синхронность напряжения и расслабления меняется в том, что там одни волокна как бы нормально растягиваются, сокращаются, а другие где-то начинают подтормаживать, образуя такую стянутость между собой. Соответственно, название всему этому появилось триггерные точки, то есть такие болевые участки пальпируемые, определяемые на мышце, ну, где там условно ощущается при пальпации, то есть при осмотре надавливания уплотнения в мышечной ткани и болезненности. Ну, вот если глубоко копнуть, вот так упрощая, то это выглядит примерно вот так. А если поверхностно посмотреть? А если поверхностно спортсмен будет жаловаться на боль, стянутость и он будет укорачивать дополнительно ту мышцу, которая болит и перекашивать на эту сторону. То есть он ее удлиняя чувствует в ней боль, рефлекторно он начинает принимать такое положение, где болит меньше, соответственно оно не проходит, дальше усиливается, оно может пройти через какое-то время, через несколько дней, но в целом он же не тренируется у нас так, что сегодня потренировался и следующий тренировок через неделю будет. Такой будет эффект наложения травматизации. Данный вопрос решается достаточно просто. Это все-таки такой оперативный метод будет контроля над восстановлением это работа с триггерными точками. Что можно порекомендовать? Допустим, сейчас покажем на такой картинке, это может быть любой твердый мяч. Допустим, болевые ощущения будут вот здесь, такие, основная боль, там, стянутость в затылке, укорочение трапециевидной мышцы сверху, а триггерные точки будут находиться где-то в этой зоне середины трапеции. Это достаточно распространенно, поэтому этот рисунок берем. Что берется? На уровне этой триггерной точки накладывается, это может быть мяч, это может быть валик, это может быть даже свернутое полотенце, либо просто кулак, пальцы попросить партнера помассировать, либо действия массажиста будут. Если на глубокие слои, то это вот так будет выглядеть. Вот эта тонкая белая линия с такой шишкой, это как раз и будет триггерная точка воспаления. Решается все достаточно просто. Это стена у нас, жесткий мяч на уровне этой триггерной точки и раскатывание с небольшой амплитудой, с надавливанием и таким контрольным маркером. По времени, как правило, это до минуты двух раскатывается, то есть до ощущения. Тут нет такого жесткого регламента, что 10 секунд, 30 секунд, 2 минуты. Как только мы чувствуем, что происходит расслабление и уменьшение болевого сигнала в мышцу, значит терапевтический эффект получен. в день такого нужно от трех до пяти раз и даже иногда больше, но снизилось, продолжили. И это относительно любой мышцы может касаться. Нужно понимать условное расположение триггерных точек болевых мест, а дальше воздействие такое идет. Какой эффект здесь мы определяем, что происходит? Воздействие на нервную точку это по сути воздействие на болевые рецепторы. За счет продавливания на ткани происходит улучшение циркуляции крови и лимфы и снижение очага воспаления. Вот это достаточно простой механический способ улучшения рециркуляции крови и регенерации ткани. Волокно разглаживается, механизм простой и начинает сокращаться на уровне с другими. Рекомендации это делать перед тренировкой, если мы с тренировкой связываем. Ну да, это можно сделать перед тренировкой локально. Спортсмен знает, что у него такие болезненные ощущения приходят чуть пораньше, раскатывает, ему гораздо легче делать всю остальную работу. После тренировки то же самое. У него между тренировками несколько часов. Пожалуйста, самовосстановление, самомассаж. Раньше это называлось самомассажем, то же самое по сути воздействие на эти триггерные точки, как там еще, крепатура это называется в литературе. Слово страшное. Это как раз неравномерное сокращение мышц, смещение фасций, но за счет массажных действий, по сути, это же тоже самомассаж. Точечный спортсмен находит полевую точку, массирует ее, надавливая с ощущением того, что он надавливает на эту точку, до того момента, как это боль стихнет. Постепенно снижается, да. То есть, самый простой, это по сути такой афферентный путь, нервный, афферентный, когда от мышцы идет сигнал обратно в спинной мозг с целью говорить, все, все нормально. Воспаление снято, да, можно сокращаться нормально. То есть, опять это рецепторно, то есть, это воздействие на нервные окончания, с поверхности сигнал посылается внутрь, купирование происходит болевого сигнала. Вот, механизм такой. Это мы тоже можем отнести с одной точки зрения к восстановительным процедурам, а если мы говорим про развитие гибкости и про восстановление эластичности ткани, это один из методов развития. Поэтому, допустим, применяя ролики для раскатки, почему их там во всем мире так любят, в любой команде, но они воздействуют вот так. Снижение болевых ощущений, улучшение трофики ткани за счет усиленного кровообращения, то есть, надавили на ткань, сделали компрессию, отпустили, кровоток усилился. То есть, вот, примитивнейшая функция, но вот, работает вот так. Усиление локального кровообращения. Соответственно, как бы, кровь вымывает обломки, совсем просто, если объяснять, то, что там в тканях есть, происходит очищение ткани, ускоренное, вот эффект. Тоже воздействие на эластичность мышц, по сути. Может быть, он как бы непродолжительный, но если это в практику ввести, то такой вполне рабочий. и многим спортсменам комфортно поработать перед тренировкой с валиком и после этого только уже делать всю остальную программу, которую тренер предлагает по спецбеговым упражнениям, прыжковым, да даже просто по суставной гимнастике спортсменам просто комфортнее делать. Ну вот как раз выполнив эти методы, то есть воспользовавшись методом расслабления, спортсмен должен все-таки перейти к выполнению каких-то упражнений, которые будут стабилизировать его регион. Вот как ему, как спортсменам нашим связать вот эти работы с триггерными точками и работу с корректирующими упражнениями. касательно вот плечевого сустава, если мы говорим. Ну, с плечевым суставом здесь как раз-таки работа с триггерными точками, это работа чаще с малой грудной мышцей, то есть это треугольник, видно, да, меня? Вот эта часть как раз она наиболее болезненная, если сюда даже давить пальцами, то большинство из-за того, что они плохо работают, ну, мало делают упражнения на растяжку, на восстановление, здесь будет как бы болевой отклик. Это раз. То есть хотя бы просто массирующие движения до тренировки, в течение одной-двух минут, они уже дадут свободу движению и снизат риск травмироваться. То же самое с бедром. То есть у многих проблема, допустим, какие-то проблемы с коленными суставами, да, и думая, что это что-то внутри коленного сустава по факту может быть совершенно не там, а это может быть как раз сдавленный нерв и триггерная точка вверху квадрицепса может быть. Бедренный нерв будет зажат. Расслабив ту зону и колено перестает болеть. То есть вот такая взаимосвязь. То есть мышца перетягивает сильно не удаляться от плечевого региона. Давай чуть-чуть нанес. Я просто такую аналогию, что там это также работает. Вот. Дальше что нам нужно сделать? То же самое посмотреть, как ведут себя остальные мышцы. Это подлопаточная мышца, до которой очень сложно добраться. Это нужно залезть под грудную и попробовать промассировать ее, расслабить. И то, с чего мы начали вначале, почему как раз таки наружная ротация у нас ну не то, что нужнее, чем внутренняя, а ее нужно прорабатывать больше. Как правило, мы при тестировании таком мышечном видим, что у нас мышцы, которые отвечают за внутреннюю ротацию, сильнее могут быть практически в два раза по отношению к мышцам, которые отвечают за наружную ротацию плеча и стабилизацию лопатки. Вот. Поэтому мы переносим, когда мы составляем тренировочные планы по работе со спортсменами, мы смотрим, что у них с плечами, какое положение плеч, где у него плечо находится. В правильном оно положении, в раскрытом, к низу, к центру, такой стабильный, сустав не вылетает, не скользит слишком, потому что у нас, если мы давим рукой вниз, то у нас сустав направляется туда, скольжение происходит. Вот. Если у нас рука в руку, мы вроде бы давим вверх, но на самом деле кость у нас стремится вниз, она как бы проваливается. Вот. поэтому мы укрепляем то, что поддерживает. А поддерживает как раз-таки там. И хочу, чтобы ты выполнял упражнения или рекомендации касательно упражнений на ротаторную манжету, на стабилизацию лопатки. То есть, чтобы логик выстрелы мы сделали самое простое. Да. Сейчас, если под рукой что-нибудь у меня интересно окажется, сейчас прям пять секунд. У меня сейчас, наверное, как у большинства, не дом, а тренажерный зал со всем нужным оборудованием. Ну, самое простое, что мы можем дать на укрепление ротаторной манжеты плеча, это упражнение, которое, собственно, эту функцию и будет чуть-чуть пониже опустировать. Привстань чуть-чуть. Ага. Вот. Да. Мы берем зинку перед собой, выпрямляем руки, стабилизируем лопатку, уводя ее к низу, к центру. Да. Потом можно руки согнуть под прямым углом. Все. удерживая плечо в одном положении, собственно, мы выполняем наружную ротацию плеч. Здесь не нужно делать большую амплитуду, потому что, чем дальше, тем уже будет отведение руки. А нам нужно и создать функцию, что плечевая кость у нас ротируется наружу со стабильной лопаткой, когда мы как раз воздействуем на подвостную мышцу и малую круглую. Плюс, за счет того, что лопатка остается в стабильном положении, мы воздействуем на ромболинные, среднюю долю и нижнюю долю трапециевидных мышц, как раз стабилизаторы лопатки. Что еще? Еще мы можем, у нас же не только эти мышцы на ротацию работают, да, и трапециевидные, у нас еще и длинная головка трицепса, которая крепится к лопатке в идеальном угры. Соответственно, здесь, если мы зацепим за резину за турник, ну, самое простое, это разгибание предплечья в локтевом суставе. Вот оно положение. Если не использовать резину, то есть достаточно неплохое упражнение, но не всем его будет комфортно сделать, так называемая обратная планка, когда руки ставятся в упор сзади и за счет разгибания бедер и суловище происходит такое движение. Но скорее всего тяжелый работ. Да, оно чуть, оно сложнее, то есть с этого начать, с резиной очень просто подобрать нужное сопротивление, вот, а если резины нет? Ну, окей, резины нет, будем делать вот это положение. Потому что все остальное будет работать наоборот. То есть все, допустим, большинство движений, все любят делать планку обычную, вот, но как раз-таки обычная планка еще и выполненная, неправильная, да, когда у нас плечи вот так, вверх, там, руки треугольничком, классика, да. Ну, сделать, это называется сделать планку ради планки, не сделать упражнения ради того, чтобы нужный регион стал сильнее, а просто сделать, у тренера в плане написано, прямая планка, боковая планка, еще какая-то планка, а для чего он это делает, вообще непонятно, половина спортсменов делает, он им говорит, стоим три минуты, зачем? Ты не решаешь ничего этим, то, что он три минуты стоит криво с прогибом в пояснице, с наклоном таза вперед, с зажатым плечевым поясом, хотя, по сути, что мы из планки прямой можем вытащить, для чего она делается? Ну, мы про центр не говорим, условно, это понятно, да, что там поперечная мышца, живота включаются, мышцы таза, вот, если мы говорим про плечевой сустав и про планку, то здесь мы прорабатываем переднюю зубчатую мышцу, потому что как раз-таки вот это положение стабильности лопатки, вот здесь его можно проработать, и это упор лёжа в полностью разогнутой руке, и упражнения, которые выполняются в упоре лёжа, это и планки, которые выполняются, и прямая планка, и боковая планка, когда у нас рука сбоку, локоть под плечом со стабилизацией лопатки, вот, они работают. ещё хорошо было бы эти планки делать, допустим, вот в таком положении кистей, когда изначально в исходном положении у нас происходит наружная ротация плеча. Да, это у большинства вызывает пользование. Чем заменить резину, если резины нет, а нужно потренировать нужный регион, ну, можно же без резины просто упереться рукой в стену, да, то есть, вот представим, что это стена, и то же самое, я упираюсь под тем же углом, и начинаю в статике работать, продавливать, стабилизировав лопатку и плечо, я начинаю давить. Сколько нужно давить? Допустим, мы понимаем, что для хорошей нагрузки нам нужно где-то минуту, чтобы мышца была в напряжении. Но минус всех статичных упражнений в том, что через 3 секунды физиологично, рецепторно любой человек будет терять контроль над движением. То есть, он будет переносить просто внимание в никуда. Вроде бы давит, но уже напрягается где-то там в пятке. Что мы делаем? Мы делаем 3 секунды максимальное напряжение. На секунду вернули, сохраняя положение. Опять 3 секунды расслабили, 3 секунды расслабили. И таких микронапряжений по 3 секунды мы набираем минуту-полторы. Соответственно, что мы получаем? Рекрутизацию всех волокон, которые были в нужном регионе. Все, мышца работает, мышца усиливается. А за счет чего мышца усиливается? Как раз за счет того, что мы создаем постоянное максимальное напряжение. Новая порция импульсов подходит к мышце. Нервная связь улучшается. Во-первых, внутри самой мышцы конкретной. И плюс еще рядом лежащих мышц, которые отвечают за стабилизацию вот этого региона плечо и лопатка. в комплексе. Когда мы говорим про комплексное воздействие, мы еще порасслабляем малую грудную мышцу, широчайшую проработаем также. Все, и у нас плечо встает на место. И мы получаем хороший каркас. И тогда мы будем спокойны, что у нас игрок выполняет движение вверх, либо падая красиво, приземляя попыточку, не оторвет себе плечо. Был очень так вот интересно на другие виды спорта, если переносить. Был такой парадоксальный случай, вроде бы летом, когда боец Джонни Уокер после победы такой падает на настил на канвас и вот это движение рукой и просто отрывает себе плечо. Это связано было как раз с тем же. То есть создал резкую компрессию, а мышцы были не готовы. То есть передние были перегружены, потому что он постоянно, вот у него движение, а там была слабость, недостаточная эластичность и надрыв произошел. Ну и выпадает на несколько месяцев, пока не залечит травму. А в регби достаточно частая история. Ну все вот эти падения с прямой рукой вперед, это как раз вот опять же упражнения силового плана, жимы стоя, подтягивания. Они же не всегда выполняются через стабилизацию лопатки, да? Там вот так и подтягивания тоже. Вот так, лишь бы подтянуться. Ну то есть вот спортсмены и тренеры упускают вот этот важный момент, что нам нужно не упражнения ради упражнения выполнять, а упражнение должно нагрузить оптимально тот регион, который нам нужно тренировать. Вот, говоря про эластичность мышц, про гибкость, про подвижность, это вот как раз такая работа, это все-таки опять, мы опять упираемся в краеугольный камень оценки, тестирования, любой диагностики, такой периодической, да, там, этапной, либо в каждом тренировочном занятии, когда мы смотрим, что конкретно произошло после тренировки у данного спортсмена, как он себя чувствует, болезненность в мышцах, уменьшение амплитуды движения, то есть мы как грамотный тренер должны наблюдать со стороны, как спортсмен двигается, потому что если мы видим, что что-то у него изменилось в походке, да, мы должны понять, из-за чего, и как решить эту проблему, чтобы он у нас был максимально здоров. Так, ну давай чуть-чуть резюмируем то, что ты рассказал для наших игроков, тренеров, значит, снижение гибкости и подвижности в плечевом суставе приводит к риску травматизации, особенно это будет связано с падениями, с контактами, и плюс со специфической работой, которая выполняется по позициям, в частности, это лифтуешь, или лифтуешь, или лифтуешь. Да, причем не только в плечевом суставе, а уменьшение амплитуды движения в плечевом суставе и в лопатке, изменение их в худшую сторону, могут быть причинами травм поясницы и других регионов. И, соответственно, чтобы этого избежать, спортсмены должны в первую очередь обращать внимание на растягивающие упражнения, как больших грудных, малый грудной, широчайший, при возникновении тянущих и ощущений скованности в области трапеции оказывать массирующие воздействия до снижения этих ощущений, после этого выполнять это самое простое, после этого выполнять уже основную часть нагрузки. Выполнять стабилизирующие упражнения для наружной ротации, которые ты показал, и во всех движениях, которые выполняет спортсмен, контролировать положение лопаток, исключать движения их вверх. Центр, если мы предыдущую лекцию возьмем, то мы всегда контролируем стопы, колени, таз, положение центра и положение лопаток. Про мышцы шеи тоже можно будет поговорить, но здесь больше важна стабилизация шейного отдела, чем его гипермобильность. Как раз укрепление шеи в какой-нибудь следующей передаче этого. Проработка шеи это тоже важно. Шея у рэгбиста должна быть крепкой. Спасибо тебе, Максим, за то, что поделился знаниями с ребятами. давай, всего тебе доброго, пока. Если будут какие-то вопросы, то с удовольствием отвечу. У нас есть наверное какой-то чат Академии Рэгби, куда можно направить этот вопрос. Ну и в комментариях видео пусть пишут для кого что интересует. Да. Все. Пока. Всем здоровья. Да пребудет с нами сила.